Вы все приехали сюда, понимая, что подходы, которые будут применены к вам на практике, которые наша клиника применяет, это не совсем ординарный подход, а некоторый синтез современной научной медицины, европейской и научной аюрведической медицины, то есть аюрведы. Характерная особенность аюрведической медицины, я подчеркиваю, это медицина, это не методика какая-то, не какая-то секта, это система здравоохранения, которая успешно существует и работает в, скажем, таком большом государстве, как Индия, с населением больше, чем полтора миллиарда и примерно 60-70% населения ею пользуется этой системой. Она достаточно плотно, мощно зависит на определенных научных основах и не только на научных в понимании нашей науки, а также науки в понимании вед, ведических знаний, источников и так далее. Так вот, то, что мы здесь делаем, мы, то, чем мы занимаемся, это синтез современной медицины, то есть о современной медицине именно клиника, лечение хронических заболеваний, почему хронических заболеваний, к сожалению, настолько сильно, я бы сказал, даже ущербно выглядит. То есть человек лежит в больнице, он получает какие-то медикаменты, за ним ведется мониторинг, наблюдение, обсервация, в лучшем случае ему поставят какую-то инфузию, а в худшем случае не поставят. Ну а каких-то реабилитационных процедур, терапий, к сожалению, не всегда они в полной мере может получить каждый хронический больной, да и не для каждой болезни они существуют. Ну, например, вот человек имеет какое-то заболевание, скажем, нарушение обмена веществ, кроме медикаментозной терапии, современной медицины, никакого другого, и рекомендации по поводу диеты, современная медицина не может ничего больше презентовать больному, скажем. Если, так же точно, как если есть у человека, скажем, какое-то заболевание печени, желудка, почек и так далее, это только медикаменты. На самом деле, если вникнуть глубоко в физиологию организма, его анатомию, можно понять, что при любых заболеваниях происходят также анатомические, физиологические изменения, которые порой нуждаются в коррекции, в каком-то воздействии дополнительном, экстракорпоральном, как мы говорим, в виде массажа, вант каких-то там, коррекций, физических упражнений, дыхательной гимнастики, может быть, аппликаций и так далее. Вот этого, к сожалению, не совсем, не всегда получаемо, я бы сказал, не получает больной в современной медицине. В аюрведе очень много экстракорпоральных воздействий в виде массажей, занятий йогой, дыхательной гимнастики, прочих процедур и так далее, которые при правильном применении имеют очень эффективно и могут достаточно эффективно, глубоко воздействовать на физиологические процессы. Современная медицина дает нам, что, очень хорошую правильную диагностику, если врач заинтересован в том, чтобы правильно продиагностировать. Современная медицина дает нам лекарства первой помощи, дает нам правильные подходы, правильное видение происходящего анатомических и физиологических механизмов. Но, к сожалению, она далека от того, что называется холистичность. То есть она не холистична. Холистического подхода, то есть когда мы человека рассматриваем как единое, целое, комплексно, к сожалению, наоборот, происходит какой-то разрыв, разделение, мелкие специализации, порой переходящие все границы разума. Скажем, когда, печально, когда, допустим, ревматолог, ортопед, невролог и терапевт пытаются лечить заболевания, которые воспалительного характера, заболевания суставов или же позвоночника, и не могут прийти к консенсусу, даже не могут для себя понять, кому надо лечить. А лечить, оказывается, нужно всем. Нужно всем. Почему? Потому что, скажем, заболевание, это просто пример, заболевание позвоночного диска, в патогенезе этого заболевания есть и ортопедические нарушения, то есть статические, и ревматологические, то есть воспалительные, и обменные, то есть терапевт, и так далее, и так далее. А и невролог, потому что задеты нервные стволы, а лечить кто будет, как будет, и будет ли при этом соблюдена целостность, гармония, это далеко. Ну вот, на сегодняшний день мы имеем этот синтезированный подход, в котором мы стараемся сохранить холистичность, то есть посмотреть на человека, на единое целое, и не только на как лицо, как мы говорим, личность, видимо, в зеркале, на физическом теле, а как на человека, с его духовной составляющей, с его психосоматическими рефлексами, с его физическими нарушениями, с его, если так, если позволите сказать, с его кармическими, с кармическим грузом, с которым он пришел, то есть с генетической предрасположенностью, и так далее. И вот, вглядываясь в такого человека, врач открывает для себя дверь в целый громадный аспект возможностей, то есть он может акцентироваться и на человеческом состоянии его духа, и на состоянии его психики, и на состоянии его физического тела, складывая воедино, воздействовать уже не только на воспалительный процесс, а на целый ряд процессов. Вот что дает нам аюрведа. Аюрведа сама по себе холистична. Аюрведа, подход аюрведической медицины, он немыслим, он не может быть не индивидуальным. Почему? Потому что в основе аюрведы лежит прежде всего определение человеческой конституции. Вот перед врачом стоит больной, первое, что должен сделать врач, определить, какая природа этого человека, то есть его психическая конституция, как он пришел в этот мир, какие тенденции и какие скрытые предрасположенности имеет его организм. Это, если позволите, то в понимании европейском это он флегматик ли он, холерик, сангвиник, меланхолик. В аюрведическом понимании это, то есть доминирует в нем капха, злись, спокойствие, уравновешенность, гармония, или же доминирует в нем пита, холерическое, огонь, повышенный обмен веществ, ускоренное пищеварение, то есть импульсивность, или же вата, нестабильность, холод, неуравновешенность, предрасположенность с дегенеративным заболеванием, то же самое время скорость. И в каждом отдельном случае и разное пищеварение мы имеем, и разную реакцию на препараты, тоже аспирин. Человек типа капхи, аспирин вызовет еще большее закисление, человек типа пит и откроет язву, у человека типа ваты, может сослужить очень полезную службу. Понимая качество, свойства человеческой натуры, и качество и свойства вещей в природе, то есть пищи, воды, воздуха, режима дня, периода дня и ночи, юности, старости, человек может, а юридический врач может в нужное время правильно воздействовать на целостность, на весь организм, на всю эту систему. И при этом понимая и разбираясь в современной, в научном, так называемой европейской медицине, может очень точно, четко сгармонизировать весь организм, воздействуя на какой-то конкретный орган, рецептор, лекарством, препаратом и так далее. Вот это, на наш взгляд, приоритет. Это будущее всей медицинской науки, на сегодняшний день зашедшей в тупик, из которого ей очень тяжело будет выйти до тех пор, пока не будет признано то, что мы ушли, удалились от человека. Для человека без него. Такая медицина, она, конечно, обречена. И поэтому многие люди пытаются искать, попробовав на себе какие-то реальные воздействия, и не получив ожидаемой помощи, они пытаются искать какие-то другие методики. Вот сейчас я не буду говорить о шарлатанстве, о том, куда попадают часто такие люди. Но в целом, если перед таким человеком оказывается врач, который разбирается не только в современной медицине, но еще и, скажем, владеет такими холистическими подходами, которые предлагают аюрведа, то лечение, конечно, может быть эффективным. Оно может быть эффективным еще по одной очень важной причине. В аюрведе, как и в современной медицине, есть свои институты, исследовательские институты, свои врачи, которые также 6 лет обучаются, свои тоже специализации узкие. Потому что в аюрведическом врач может быть неврологом, может быть, скажем, психиатром, может быть гинекологом, может быть и так далее. Но в аюрведе есть нечто то, чего нет в современной. Он может быть также врачом панчакарма. Панчакарма – это очистительная процедура, это терапия, которая восстанавливает чувствительность клеточной мембраны, говоря на понятном вам языке. То есть, что значит? Наш организм в процессе жизни, начиная с младенческого возраста, вынужден приспосабливаться к социальным условиям, раз, к пище, которую нам эти социальные условия настоятельно рекомендуют и презентуют, то есть, к какой-то искусственной пище, два. Третье, к глупости, в которую попадает растущий организм, глупости родителей, врачей порой. То есть, когда, ну, я, к примеру, когда говорят человеку, что нужно, матери, что нужно полгода отлучать ребенка от груди, не кормить ее груди. Такие все чаще и чаще мы это слышим. Или расскажем родителей, благовейно пытающихся накормить ребеночка там пятимесячного мясом или колбаской. Или же, когда мы начинаем давать шоколадку, думая, что мы решим вопрос со слезами, там, с истерикой, не понимая, что нужно ребенку. Ну и так далее. Ребенок тоже попадает в круговорот вот этого хаоса. А затем, безусловно, мы все, так сказать, жертвы глобализации. Мы вынуждены ходить в магазины, в большие гипермаркеты, покупать продающиеся там продукты питания, обработанные всевозможными пестицидами, герпицидами, гормонами, антибиотиками и прочими вещами. Кушать мясо. Вот не все, к счастью, едят мясо. Есть люди, которые все-таки как-то ведут более божественный человеческий образ жизни. Ну, если человек употребляет мясо, значит, он вынужден кушать вот это мясо искусственное, там, красное, не портящаяся. Или же цыплю, или же курочку бройлерную, которая никогда в жизни не летала и не ходила по земле, а с этой трубы выпала вот однажды. Сразу под этот отрезали, что не нужно. И вот мы ее кушаем, мягкая, хорошая, красивая. Понятно, из чего это все состоит. И вот, употребляя все эти продукты, мы становимся, так сказать, кладовой складом для тех метаболитов, для тех продуктов обмена веществ, которые неполноценны, недифференцированы мы называем. Что это значит? Например, если в какой-то овоще, в каком-то фрукте не содержится все то, что в нем должно содержаться, то в процессе пищеварения, расщепления, в нем появятся некоторые вещества, которые не будут дифференцированы до уровня молекул, которые должны служить строительным материалом для клеток. И они будут, но организм, пищеварительный тракт позволил им всосаться, позволил им абсорбироваться, прийти в движение в организме. И вот не находя своих рецепторов, они гуляют. И потом, депонируются какой-то тканью. Чаще, если у них, в их структуре есть какие-то белки, начали прилипать к стенке, или же к мембране клеток. Если у них есть, скажем, какие-то липидные цепочки, они встраиваются в ткани печени, в жировую ткань, они превращаются, они, как бы говоря, просто таким примитивным языком, они стягивают на себя, так называемый, хороший холестерин, который должен их собрать, в смысле, и тем самым ограничивает количество ХДЛ, это количество того холестерина, который необходим организму для строительства, гормонов и так далее. На первый план выходит по количеству тот холестерин, который не хороший, который не имеет белковых цепочек матриц, который не может быть встроен в клетку, который пошел гулять по сосудам, по артериям, из меня. То же самое происходит с клеточной мембраной, вот она переполненная токсинами, этими метаболитами, закисленная, она удерживает жидкость возле себя. Как бы между клеточками появляется жидкостная прослойка, которой она не должна быть. И все то, что приходит с кровью уже к клетке, оно сталкивается с резистенцией, то есть с отторжением. Вот пришла молекула глюкозы, она не может встроиться, потому что поляризация, здесь положился положительный заряд и там положительный, вот она уже отталкивается. Идет импульс мозгу, клетка подает импульс, что я голодна. Таламус это все чувствует, чувствует прямо в крови, что не хватает. То же самое происходит с клетками, кровью, с гемоглобином совсем. Значит, получается, человек съел достаточно сладкого, но резистенция не позволила встроиться, и клетка голодует, потому что глюкоза является первым источником энергии. Импульс принят, приказ пошел определенной эндокринной системе, в частности, островкам Лансермана, то есть клеткам большевышной железы, которые вырабатывают инсулин. Еще больше инсулина выделилось. Инсулин начинает стимулировать аппетит, чувство голода, желание к сладкому. Человек все чаще и чаще хватается за пирожок, за пирожное, особенно по вечерам, потому что клетка голодует, а нарастает количество глюкозы. Глюкоза, опять-таки, не будучи метаболизированно, проходит путем гликолиза, липолиза, и становится вот тем вот балластом, который будет где-то в каких-то тканях депонироваться, то есть в виде жира и так далее. Опять-таки в печени, опять вокруг кишечника, опять в соединительной ткани, опять в стенках сосудов. И вот этот замкнутый цепь так называемого метаболических нарушений, она включается в раннем возрасте. Если мы думаем, что наш мозг пострадал 40 лет, потому что там вот это все начиналось в 18, а то и раньше. Если мы думаем, что у нас в 45 лет появился диабет и его причина, это не произошло в 40. Это все накапливалось до того, пока клетки нервной ткани перешли в то состояние, когда они уже не могут питаться глюкозой, это уже была резистенция. И поэтому в них появились склеротические изменения, произошли нарушения центральной нервной системы, потом в периферической, произошли изменения в сосудах, в капиллярах. Нарушилось кровообращение постепенно, постепенно. То есть, когда семейный врач нам сказал, ой-ой-ой-ой-ой-ой, у вас повышенный сахар или холестерин, и вам надо срочно лечить холестерин, это уже было поздно. Уже везде, во всех тканях, во всех депо, уже этим всем переполнилось, этими метаболитами, уже было насыщено. И только потом, в конце, это начало появляться, как свободная фракция в крови. То есть, поэтому атеросклероз там уже начал и пустил свои корни. Вот об этом я говорю. Вот именно этот процесс, да, мы изобрели лекарства, которые свяжут глюкозу в кишечнике, не дадут ей всасываться, и тем самым уменьшим ее содержание в крови. Мы изобрели лекарства, которые стимулируют клетки поджелудочной железы вырабатывать еще больше инсулина. Да, есть такие лекарства. Мы пытаемся изобретать лекарства, которые улучшают чувствительность клетки к инсулину, к липидным пока что безуспешно, должен сказать. Но мы далеки, очень далеки в своих современных исканиях к тому, чтобы посмотреть на весь организм и понять, что все вот эти процессы зарождаются в детстве и постепенно, постепенно приходят в состояние токсикоза организма. Мы по-прежнему еще наивно думаем, что организм самоочищающая, саморегулирующая машина. Раз, извините, какаем и писяем, значит очищаемся. Нет, мы не очищаемся, мы наоборот загрязняемся, потому что идеальная модель, когда мы испытываем лекарства на собаке, на животных, в лабораторных условиях, мы видим идеальную модель лекарства, как она должна работать. Потом мы начинаем его пить, одному помогает, другому нет. Нет, так точно и в организме человека. В одном организме человека, да, если мы жили в идеальных условиях, ели идеальную пищу, пили идеальную воду, дышали идеальным воздухом, содержали в идеальном состоянии свою нервную систему, у нас бы не было необходимости вот так вот проходить такое состояние болезненности, но мы далеко не в идеальных условиях живем. Поэтому, и не только мы сейчас, если тысячи лет назад в Индии, в Северной Индии, риши, собравшись и админитировав, создав эту аюрведу как медицинскую науку, предписали уже панчакарму, очистительную процедуру, как основу любого лечения, то вдумайтесь, тогда их понимание уже стояло на той платформе, что организм не может быть идеально чистым. То что говорить сейчас? Что говорить сейчас по всеми временами? Даже когда вы или мы приезжаем из Шиафока в Словению, в Альпу, мы говорим, какая чистота. когда человек из Киева приезжает в Шевгол и говорит, какой воздух? Я встречался часто с людьми, у меня друзья в городе Хуст, Закарпатская область, горы вокруг. Говорят, у нас здесь грязнейший воздух, мы едем на Синевир, чтобы подышать в горах, в Межгорье, в Межгире, чтобы там подышать свежим воздухом. У них в Хусте плохой воздух. То есть настолько много в этом мы живем в условиях, наши организмы ослаблены, ослаблены и сознанием ослаблены и нашим образом жизни и они не могут уже очищать себя. Поэтому все это откладывается. И вот поскольку все это отложилось на стенках мембран, в депо, изменило работу всех структур организма, изменило нашу конституцию отяготило ее, мы становимся больными. Все, пока это не удалено, лечить, ну как вы сами понимаете, это равнозначно тому, как бы повесить красивые шторы на грязные неприятно пахнущие окна и думать, что мы убрали, навели порядок. То есть невозможно так навести порядок. Так точно лечить. Понимаете, лекарства, которые мы дадим, пусть это будет лекарственная трава, или же пусть это будет какой-то медикамент, химическое изобретение, какой-то препарат, давление, там, где мозг, это оно может достигнуть своей цели, своих рецепторов, то есть создать так называемую биологическую, максимальную биологическую доступность только тогда, когда организм способен его восприять в нормальном случае. А он не всегда этого может сделать. Вот это поэтому есть, вот чем объясняется, так сказать, резистенция к лекарствам. Мы говорим, какой у нас плохой, на Украине говорят, какое у нас плохое лекарство Дарницкого завода, не работает, надо купить венгерское. Венгрии говорят, какое плохое, надо купить швейцарское. В Швейцарии, наверное, говорят, что надо купить в Америке. На самом же деле одна та же самая химическая формула. Просто организм человека, он привыкает ко всему, и он со временем становится резистентным ко всему, потому что там столько всяких налипаний, что рецепторов не хватает. Итак, о том, что нужно очищать, мы уже поняли. Как очищать? Что значит очищать? Сколько методик есть? Кто-то говорит, давайте поедем госпоже Семеновы и поставим клизмы. Кто-то говорит, давайте там сейчас гидроколонтерапия, когда тебе ведрами десятками литров вливают в кишечник, моют что-то. Я, как врач, вообще-то не могу понять своих коллег, что они там моют. Что можно вымыть из кишечника, кроме кала? Ничего. Потому что все это в клетках. Все это в тканях, в сосудах, в органах, в клетках печени, в клетках мозга, как атеросклероз, склеротическая бляшка, как капилляр с изменившейся своей интимой стрелкой, как через прямую кишку или через кишечник можно это вымыть. Мне это непонятно. Или же путем слабительных. Человек начинает послаблять, 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 и жду, что-то выйдет. Вот как говорят, слышал звон, а где он, не знаю, не знаю, где он. На самом деле, как работает вот та так называемая машина, саморегулирующая машина, саморегулирующий механизм в человеке, самоочищающий, как он работает без помощи врача, как это вообще задумано природой. Работает так, что в процессе пищеварения синтезируется холестерин. Этот холестерин имеет две фракции в процессе метаболизма. Одна, так называемая, хорошая, которая имеет свойство прикрепляться к любому веществу, которое находится где-то вокруг клеточных мембран, в кровотоке, связывать его. И, растратив на это свои связывающие цепочки, выходить снова в виде уже комплекса какого-то белкового, в виде слизи, или же в виде желчи, или же в виде каких-то ферментов, кенастом и так далее. То есть, куда выходить? Снова в пищеварительный тракт. Вот это то, что вы, наверное, слышали, есть такое, как вторичное пищеварение, там, третичное пищеварение. То есть, мы знаем, вот в биологии, если кто помнит, учили, то, что мы съели, оно всосется, часть усвоится, потом снова выйдет в пищеварительный тракт, потом снова будет расщеплено, снова пойдет с желчью, расщеплена желчью, потом снова будет абсорбироваться, и так далее. до трех раз это повторяется. Таким образом, вот все то, что не могло быть сразу же воспринято, оно снова выйдет, и уже соединенная желчью всосется еще раз. Или же будет удалено оттуда. Так же точно слизью. значит, если мы введем в организм нечто такое, что будет вести себя так, как ведет себя этот хороший холестерин, только в очень большом количестве. А как он себя ведет? Он себя ведет примитивно, можно так. Знаете, о, хочу вам хороший пример привести об этом холестерине. Вы помните, было когда-то хозяйственное мыло, которое делали из жира животных. Путем из костей, да, из внутреннего жира костей и из внутреннего здора. То есть, из этого холестерина путем удаления из него чего? Фракции жидкостной и фракции белковой. Когда вставляют этот жир, почему это нужно было удалить? Чтобы он мог превращаться в эмульсию, в мыльную. Помните, это мыло очень хорошо отстирывало все пятна. Потом помните, как раньше делали, натерать тем мылом одежду грязную, бросил в горячую воду, и она там лежит долго. А потом она когда размякла, разбухла, промыл, простирал, и все самые жирные, самые плохие пятна, все это отстирывалось, выводилось. В принципе, мылом служило не какое-то химическое соединение, а реальный жир, холестерин. Но там в одно же Гималайо в тысячи лет назад, они сказали, что для человека более полезен продукт жизнедеятельности коровы, то есть масло сливочное, которое путем длительной варки можно тоже устранить пену, то есть все то, что поднимется вверх в виде белка, белковых связей и тяжелых цепочек жировых, которые на дно, и воды, которая испарится, и так далее. очистив его от всего этого, мы получаем так называемый хороший холестерин. В аюрведе называется масло ГИ. Является, между прочим, самым дорогим, драгоценным подарком, скажем, семье, молодоженам, которые идут в ЗАГС. То есть, но не то масло, которое сегодня бабушка сварила, а то, которому сто лет. Чем оно старше, тем оно сильнее и уникальнейшее свойство имеет. Вот это масло ГИ. А вот теперь представьте такую картину. А что если мы вот это масло, этот холестерин хороший, который будет служить эмульсией, как вот это мыло хозяйственное в организме. Что если мы целенаправленно доведем до определенных клеток в организме? Вы скажете, как это сделать? Ну как, вот я съел, откуда я знаю, что он дойдет в мозг? Ну представьте, возьмем такое вам известное растение, например, как хмель. Знаете, да? Вы знаете, что будет, если сварить хмель и выпить. Вам закончится спать. Вот. Оно будет воздействовать на вашу центральную нервную систему. Потому что оно, все то, что содержится в хмели, в хмели, в эти определенные или кислоты, изовалерьяновая кислота там есть, там есть всевозможные следы гликозидов и так далее, потом, флавоноидов. вот они обрадают тропизмом к центральной нервной системе. То есть, когда мы его доведем в организм, оно не пойдет в косточку или в пятку или в кожу, оно придет в мозг. Или же, если мы начнем, если мы будем варить галегу, есть такая трава галега, варить ее и потом давать пить, она будет стимулировать выработку инсулина. Не выработку слюны, не выработку мочи, а именно инсулина. Она имеет такие свойства. Или, например, известные всем на перстянку дигиталис. Если мы возьмем эту на перстянку и сидим, понятно, она будет воздействовать на сердце, она будет замедлять его ритмы, создавать выброс, то есть, гликозид сердечный. Вот каждое растение имеет тропизм к определенным тканям. То есть, имеет свойство прикрепляться к определенным тканям. Например, вы знаете, известно такое растение, как, скажем, зверобой, это все знают, желчегонное. Когда было изобретено современной наукой так называемое фармаконное или нуклеарная медицина, сейчас ее называют, то есть, когда мы смогли покрасить некоторые вещества определенными обладающими радиоактивностью веществами, скажем, йодом или еще чем-то радиоактивным, мы получили возможность видеть, как ведут себя эти вещества в организме, куда они прикрепляются. на самом деле появилась теория рецепторная. Так вот, лекарственные растения очень многие обладают определенным свойством при реализации к рецепту. Так вот, если вот это масло ги, которое уже мыло, насытить экстратом этих трав и дать съесть человеку, то оно пойдет куда-то. Если валерьяной, скажем, или хмелем будет больше троп на клеткам мозга. Если бессмертником, цветами бессмертника экстратом, то желчь будет гнать. Носители, проводники, проводники, да, да, совершенно верно. И вот они приведут это вещество, так вот, нам нужно, чтобы это вещество было приведено туда, к тем тканям, в которых больше всего метаболитов. Что это за ткань? Плазма, кровь, мышца, жир, кость, костный мозг, репродуктивная нервная система и репродуктивная ткань. Вот в таком порядке, как я сейчас сказал, и загрязняется организм. В таком же порядке он и питается. То есть, если я хочу, чтобы у моего пациента стало больше, вырабатывалось больше спермы, то я понимаю, что для того, чтобы я доставил вещество, с которого будет больше спермы, туда, к репродуктивной ткани, оно должно пройти плазму, кровь, мышцу, жир, кость, костный мозг и наконец дойти туда. Если где-то на этом этапе оно потеряется, или будет метаболизировано, или же будут закрыты те канальчики, по которым у человека будет импотенция. И можно пить виагру до продавления, но ничем не помочь. Вот если и так далее. Если я говорю, что у него вещество какое-то, которое я даю для того, чтобы нормализовалась работа мозга, улучшилось кровообращение, метаболизм мозга, оно тоже должно вот это вот все пройти, все эти этапы. Если я хочу почистить организм человека, я должен четко знать, что и где, на каком уровне у него загрязнено ама, и где произошли изменения. Я должен дать масло ги насыщенно такими растениями, которые войдут туда и свяжут и почистят. Итак, вы понимаете, что если положить эту одежду в холодную воду, которую мы намылили, тем мылом, ничего не получится, нужна горячая вода. Человек, который поражен метаболическим процессом, в аюрведе сравнивают с сухой палкой. Почему сухой? Потому что мы скажем, почему сухой? Смотри, у меня какой живот, какой. Сухой. Клетка сухая. Жидкость находится не в клетке, между клетками. Это все уйма отеков, а клеточка иссушается. Откуда это видно? А посмотрите на свою кожу. Не тогда, когда мы ее помассировали, маслом намазали. Она начинает сохнуть. У нас клетка начинает иссушаться, потому что она не получает питательных веществ. А липиды откладываются где-то в межклеточном пространстве, в каких-то депо и так далее. Вообще человек больной вот этими метаболизмом, нарушением или грязными токсинами, он всегда истощен. Поэтому многие и думают решить эту проблему. Витамины кушают, от того еще больше брожения от б-витамин, потому что дрожжи. Кто-то там начинает белками себя, потому что чувствует слабость. Да, слабость не потому, что нам мало на столе. Слабость потому, что нам мало на уровне клетки. То есть на столе и на клеточной мембране это не одно и то же. Здесь может быть много, а до клеточной мембраны не дойдет ничего. С точки зрения медицины, биологии, питания мы называем не то, что на столе. Питание мы называем то, что пришло и встроилось в клетку. Вот это для меня лично, как для врача питания. И порой при хорошем пищеварении достаточно жменьки риса. Не только пищеварение, а обмене веществ. А при плохом можно съесть порозенка и при этом еще больше вспухнуть, получить еще большую отечность, но оставаться слабым, вялым и так далее. Без настроения и так далее. Так вот, мы должны напитать, мы должны довести, мы должны дать не, не, нормально, я сюда. И вот, ничего, И вот, я, я хочу вам сейчас предложить, рассказать одну, одну, одну интересную вещь. Смотрите, что мы здесь пытаемся с вами делать? А мы, каждому из вас, после того, мы поняли, кто вы, какая у вас конституция, какая у вас прокрытие, мы вам даем масло, ги, покушать. И при этом, чтобы это не была холодная вода, и чтобы вы не оставались сухими, как палочка, сухая, как это сравнивается в Аюрведе, мы хотим сделать с этой палочки нечто такое, гнущееся, красивое, из чего можно сделать, скажем, красивую вещь, а не взять, согнуть и поломать. Так вот, чем отличается аюрведическая медицина от таких вот грубых хирургических подходов. Хирургический подход выглядит так, вот палка, нам нужно с нее сделать круг, мы ее начинаем гнуть, сломали. А что делает панчакарма, что делает аюрведическая медицина? А вот у вас палка, мы ее должны напитать маслом, для того, чтобы она загнулась. Но если мы ее бросим просто в масло, она не напитается, мы должны ее подержать над паром, мы ее должны проварить в горячей воде. Это знает любой краснодеревщик или же сначала над паром, потом в воде в теплой поварить, потом только после этого положить в масло. Когда мы положили в масло, она сказала, мы ее снова должны подержать над паром. И вот несколько раз, повторив эту процедуру, эта сухая, казалось бы, палка, которая у вас сломается, она начинает гнуться. Так точно ведут себя при правильном подходе нашей клетки. Сначала мы им даем это масло, потом мы стимулируем его теплом, мы активируем микроциркуляцию в капиллярной системе, мы даем препараты, которые способствуют полной абсорбции, улучшают индукцию энзимов, помогают в полной мере абсорбировать те вещества, которые содержатся в этом масле. Мы даем вещества, которые стимулируют обмен веществ в клеток, которые способствуют снятию спазма периферических сосудов. И даем пищу, которая не привносит в организм каких-то тяжелых вещей, которая не отягощает своего рода диету. Вот на фоне этого в вашем организме в организм поступает вот эта эмульсия, которая под действием тепла, под действием жидкости, под действием собственных жидкостей, там циркулярщик превращается в самое настоящее мыло на клеточной мембране. А потом это все выходит теми же путями, которыми заходило, то есть путями пищеварения в пазухи носа, в лимфатические железы, в желудок, в бронхи, легкие, в виде слизи, в виде желчи и кислот. Это выходит в желчный пузырь, в тонкий кишечник, в виде тяжелых металлов, иммунных комплексов, тяжелых токсинов, в толстый кишечник. Потом врач должен видеть тот момент, когда оттуда это нужно вывести. Выводя эти вещества, эти токсины из организма в такой последовательности, как я рассказал, слизь вверх, желчь вниз, с помощью клизменной терапии, разжижающей клизменной терапии, кишечник чистится, но я хочу подчеркнуть, это не имеет ничего общего с рвотой, с послаблением из гидроколонтерапии. То есть нам не важна рвота, нам важна вот эта слизь и все, что в ней связано, они должны выйти вверх. Как они, как это не всосавшись снова, как это может быть? Для этого нужно вызвать антиперистальтику, то есть рефлекс, который будет заставлять выбрасывать не только содержимое желудка, но и из бронхов, из верхних дыхательных путей, из желез, из лимфодистских узлов, те секреты, которые они должны выбрасывать, то есть эндоенные и экзогенные железы внутренней, внешней секреции должны активироваться. Вот какой рефлекс мы должны создать, когда речь о омане. Когда мы делаем насью, воздействуя на пазухи носа и головы, и глаз, и гайморовые пазухи, мы должны сначала разжижить, собрать там же эти токсины, вирусы, бактерии и так далее, и потом помочь с помощью слизи и движения, правильного движения воздуха это вывести. Наконец, все то, что должно выйти с желчью и аккумулировалось в печени во время обратного выхода, оно должно выйти с помощью мощных желчегонных лекарств, я повторяю, не послабляющих, вызывающих раздражение кишечника, а как следствие понос, диарею, а с помощью мощных желчегонных, чтобы с желчью вместе вышли эти токсины. И наконец, только после того, когда желчь прошла через тонкий, толстый кишечник, в толстом кишечнике оказалось свое растворяющее свойство, можно дать клизмы, которые связывают, размягчают, которые обладают осматической, способны создавать положительную осматическую разницу в кишечнике, то есть, как бы вакуумом втянуть в толстый кишечник вокруг лежащих лимфатических сосудов все то токсины, которые там те иммунные комплексы, которые, как правило, связаны лимфатическими клетками, макрофагами и так далее. Вот, вытянув это и выведя, можно добиться очистки организма. Вопрос, насколько, какой глубокий, все ли можно вывести? К сожалению, нет. Если человек никогда в жизни не занимался своей очисткой, не следил за своим питанием, не заботился о своем здоровье и пришел к какому-то серьезному заболеванию таким образом, то пройдя один раз панчакарму, он не может избавиться от всего, потому что из 100 килограммов, условно говоря, его веса, там может оказаться 40 килограмм амы. 40 килограмм вот этой доши, дефекта, который он на себе носит, не полноценных тканей, а просто это мешок, который человек тащит на себе, тяжесть. Поэтому, безусловно, если мы говорим о панчакарме как о методике очистки организма, она не должна быть жесткой, раз, она должна выводить только то, что может быть выведено без вреда, два, ее нужно повторять до тех пор, пока не очистится организм, и при этом самое главное следить за своим питанием, за правильным питанием, не перегружая организм, поддерживать внутренний огонь, пищеварительный огонь в должной, в хорошем состоянии, и самое главное иметь достаточно движений, для того, чтобы организм естественным путем мог выбрасывать то, что без движения застаивается, имеется в виду застаивается. Поэтому этот путь это не чудо, панчакарма, безусловно, конечно, в том понимании, что когда человек приходит сюда с шприцом инсулиновым и с сахаром, при этом повышенным сахаром и имея все-навсего второй тип диабета и уходит без инсулина, это для кого-то чудо, нет, это труд, если это труд, человек не поймет, что это его труд повседневный, это он обязательно приходит, снова возвращается обратно, потому что почему-то он пришел к этому. поэтому человек должен прошедший панчакарму, очистку организма, он должен не забывать, что очистить нужно прежде всего свое сознание. Знаете, как говорят, я сейчас пост, и я в посту, поэтому там мясо не ем, при этом разворачивается и затеивает драку со своим соседом. В таком посту нет никакого смысла, потому что пост это прежде всего ограничение своего сознания от всяких раздражителей, от жадности, от скупости, от злости, а потом своего тела от излишеств. Панчакарма ничем от этого не отличается. Сначала мы ограничиваем, сначала мы себя очищаем, но при этом мы забудем себя об очистке своего сознания. мы не хотим больше быть подобными вот этим животным, которые живут ради того, чтобы кушать. У Задорного есть хорошие слова, он однажды так красиво сказал, он говорит, надо кушать пищу как лекарство, чтобы потом не кушать лекарство как пищу. То есть это очень мудро, но это он сказал, знаете, после того, как он съездил и провел панчакарму себе два раза подряд или три. он молодец. Так я к чему? Прежде всего нужно очистить свое сознание. От чего очистить? Очистить прежде всего от неправильных укоренившихся устоев, взглядов на свое здоровье. Нам нужно понять, помните, нам все время внушали, если ты столяр, будь хорошим столяром. Если ты учитель, учи хорошо, а я врач, я должен лечить, значит, я буду тебя лечить, а ты будешь мне хорошо там строить, и все будет у нас хорошо. Я часто встречаю людей интеллигентных, я бы сказал, интеллигентных невежд, которые говорят так, а зачем мне в этой медицине, я не разбираюсь, ты разбираешься. Гиппократ сказал, однажды выступая в Сенате, сказал, кто сказал вам, что медицина принадлежит врачам? Это приоритет интеллигентного человека. Любой интеллигентный человек должен понимать, кто он, что он тут делает, как он устроен. Иначе это Шариков из романа Булгакова. То есть, должен, от очистка сознания, я должен понимать, да, это моя забота, не врача, потому что тенденция, уже, я понимаю, во всем есть правда, или доля правды, но это тенденция, когда мы начинаем хаять врачей, какие они плохие, всех причем, и там был тот плохой, тот плохой, этот плохой, вот ты хороший, я знаю, что завтра я буду тоже плохой. Поэтому, я и пытаюсь объяснить, что, прежде всего, я сам себе хозяин, это мое тело, это моя, как моя машина, у одного Мерседес, находится в хорошем состоянии 10 лет, он за ним ухаживает, бережет его, в его зице, а кто-то уложил его там за год, хозяин, мы говорим, это хороший хозяин, так точно и наше тело, оно же дороже, чем Мерседес, намного дороже, чем Мерседес, это все для нас, вот, значит, а, от чего еще очистить на свое сознание, еще необходимо очистить свое сознание от мысли о том, что человек, все его проблемы от того, что он плохо кушает, или неправильно кушает, он сейчас, он станет на диету, перестанет обжираться, перестанет употреблять алкогольные напитки, станет здоров, иллюзия, если человек думает, что только это, это только 30% здоровья, от чего еще надо очистить, очистить от того, что я делаю и живу как хочу, когда хочу, и что хочу, то и делаю, потому что я свободен, потому что у меня уже есть там, 100 тысяч евро на счету, или миллион, и поэтому я, и поэтому я могу ложиться в 4 утра, просыпаться в 10, там, то есть, есть ритм природы, биологические ритмы, и мы, наш организм, он депетенден, обладает полной депетенцией к этому ритму, он не может жить иначе, если утром у нас выделяется адреналин, и норадреналин, над почечниками утром, значит, это утром, между 4 и 6, если я проснулся в 10, я сонный, мне еще хуже, а если я пытаюсь оправдать, я думаю, нет, все равно мало спал, завтра буду спать до 11, еще хуже, в 12, я вообще больной человек, если я проснулся, нет, я должен встать тогда-то, потому что солнце встает тогда-то, птицы начинают петь тогда-то, адреналин, норадреналин, над почечниками выделяют в это время, а он нужен, чтобы активировался допаминовая система, чтобы серотонин начал выделяться, чтобы я начал, в конце концов, увидел мир, свет, а я вместо этого, что делаю, мне нужен этот адреналин, искусственно стимулирую, я сажусь за стол, быстро там, в полусонном состоянии, пытаюсь впихнуть себе какую-то еду, при этом смотрю телевизор, в котором показывают какое-то кровопускание по всем миру, я в наслаждении от этого кровопускания, от того, что происходит, возбуждаю себе адреналин, запиваю это все, чашкой кофе, и вроде как проснулся, но я царь же, хозяин всему, у меня бабки есть там, я решу вопрос, или вечером, тоже закон, печень, она не активна в 7 часов вечера, посмотрим кривую активности, будем видеть, вот в 4 часа, так, в 5, 6, 7, в 8, за нулем, вот, а я в 9 часов решил поужинать, с друзьями, нормально сел, что я не могу себе позволить, что я, самое лучшее, и много, пиво не несите, давай коньяк, покушал, пришел домой, как нормальный человек, в 9, в 11, в 12, с полным животом, вздувшийся, поймите, это не нейтрализуется, печень, там брашка, там все бродит, я понимаю, на столе это стоило 200 евро за порцию, это было все красиво, ресторан ни при чем, был очень хороший, повар старался, вас никто не обманул, но утром вы проснулись так, как будто бы, ну, вздутые, мысли плохие, ночью плохо спал, снилось что-то, полный рот слиси, просыпаешься, не поймешь, что там у тебя во рту, что там собралось, комки какие-то, везде, это просто потому, что оно не может перевариться, печень неактивна, токсины сразу всасываются, ферментов недостаточно, идет брожение, нельзя так кушать, понимаете, нельзя, но я могу себе все позволить, или я хочу, или я уже настолько болен, что я уже не могу с собой совладать, вот, вот это, вот так вот, ну, хорошо, мы поняли, мы все будем нормально, мы не будем так плохо делать, мы будем жить по правилам, мы будем знать, что старость отличается от юности, что в детстве человек растет, ему можно много двигаться, прыгать, бегать, вот, а в другом возрасте уже бегать нельзя, потому что уже сухость, уже вата доминирует, уже, я все равно бегу, в 70-60 лет бегу, по асфальту, по Москве, шагаю, все, но все стерлось, плохо заболел давление, инфаркт, или же, я смотрю на своего ребеночка, и обязательно хочу, чтобы с него был юрист, ну, так, или там экономист, а на самом деле он имеет, такую нормальную конституцию, капхи, с него был замечательный, когда человек, который преуспел в другой, совсем другой отрасли, может быть, даже в музыке, может, даже в искусстве, но я сделал то, что я должен был сделать, потому что так положено, сейчас в обществе, и появился, сделал из него социальную коллегу, у него возбудилась вата, у него начались проблемы, он не туда, его сознание другое, то есть, незнание, непонимание всех этих вещей, они приводят нас в болезнь, если наконец, в чем еще должно наше сознание, наше сознание еще должно понять, что, задать себе вопрос, хоть иногда, а кто мы, что мы тут делаем, куда мы идем, какая наша цель, в детстве, я знаю, каждый задавал, а потом все все поняли, со временем, за нас поняли, в большинстве случаев, и мы забыли, что, есть всего две точки, в мире, Лао Ци, написал хорошую книгу, Третий путь, там он очень добросовестно, указал, что его нет, этого пути, который человечество, всю жизнь ищет, то есть, все время, человек пытается сделать компромисс, а есть всего один, единственный путь, между двумя точками, между Томасом, это физики, сегодняшние, я повторяю, есть сила, эксцентричная, гравитационная, сдавливающая, и возбуждающая вату, есть сила, экзоцентричная, то есть, направленная вовне, открывающая, раскрывающая, восполняющая, то есть, в плане психики, это означает следующее, невежество, и благость, эгоцентризм, жадность, скупость, удовлетворенность, самоудовлетворенность, самонасыщение, и в конце концов, уход, полный уход, от своей души, и вторая сила, это приход к ней, это радость, счастье, спокойствие, благость, в этом случае, наша капха укрепляется, уравновешенность, укрепляется тело, потому что нет, этого сдавливающего эффекта, сознания на тело, или же, наоборот, в первом случае, все это давление, рано или поздно, приводит к изменению, движению нервной системы, вегетативной, как следствие, то есть, возбуждению ваты, вот, и человек, призван идти из Томаса, будучи рожденным в теле, однажды, выброшенным сюда, он все время в подсознании, знает, что у него есть, какой-то свет в душе, и он хочет идти туда, он идет, это и есть путь эволюции, это путь всегда вверх, это путь непаромной дороги, паромной дороги, значит, стал, чувствуешь никаких трудностей, куда-то котишься, все, падаешь вниз, опять в Тому, затягивает тебя эта дырка, это путь только вверх, только, а он тяжел, те, кто ездил на экскурсию, на Синайский полуостров, и рискнул забраться пешком, на гору Моисея, те прекрасно понимают, как это так, особенно последние 665 ступеней, видел, что там делают люди, ну, ползут, вот это, вот это и есть, это символично, но это путь, наш жизненный путь, и вот, понимая это, идя к этому свету, который есть где-то в глубине, в тебе, мы укрепляем себя капху, веда говорит, не важно, где ты родился, ты всегда рождаешься, там, откуда ты ушел, то есть, если ты находился в стемистическом состоянии, близко от него, и сегодня твоя жизнь закончилась, ты придешь, твоя душа придет в это состояние, она облечется в такие одежды, в конституцию ваты, тебе будет тяжело жить, тебе будет тяжело добиваться чего-то, ты не будешь богатым, тебе много придется работать, ну, как человеку, шудрить, или же, ты пришел, и тебе дано все, и средства, и учиться ты хорошо, и востребован ты в обществе, и, значит, ты в прошлой жизни вернулся оттуда, так вот, говорят, не важно, куда ты пришел, важно, куда ты идешь в этой жизни, чем сильнее ты держишь на собой усилие, тем больше в тебя взращивается капха, то есть, состояние уравновешенности, состояние здоровья, чем ближе ты к тамагуни, тем активнее в тебе вата, значит, дегенеративные процессы, болезни, и все пошло, вата сдвигает с места все, все на свете, вот основная причина, вот, вот это очистка, очищая тело, мы должны подумать, о другой очереди, мы должны подумать о том, почему мы заболели, в самой глубине, вот это последнее, что я рассказал, это и есть основная причина, то, что знает анатомию человека, в полном смысле, как знают это ведические мудрецы, те знают, что все формируется в тонком теле, в духе, а проекция его здесь, в физическом, ибо Гермес сказал когда-то, что вверху, то и внизу, и ты мудрец, очень медленно, изымешь одно из другого, и возгонишь одно до другого, слова, слова сказаны, на заре вообще человечества, но если, конечно, некоторые наши соотечественники, и вообще, современники, ученые считают, что они умнее, ну, такое было не один раз, потому что всегда были люди, которые были умнее, есть, там, Бехтерева, умнее, Дарвина, а потом кто-то наоборот, считал, что он умнее, Авиценный, кто-то Гиппократа, ну, и так далее, это свойственно человеку считать, но на самом деле, есть основы, вот эти основы, я попытался сейчас изложить, поэтому, мы здесь с вами, что делаем, чистим, панча карму, создаем условия, для вашего дальнейшего, размышления, даем рекомендации, с помощью которых вы сможете, очистивши свой организм, больше его не засорять, ну, и, если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо. 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 Спасибо.